Компания MG, принадлежащая китайскому автогиганту Saig, представила обновленный электрический хэтчбэк MG4, который станет первым в мире доступным серийным электромобилем с полутвердотельной батареей. Первое поколение MG4, появившееся в 2022 году, стало одним из первых китайских электрокаров, сумевших закрепиться на международном рынке и полюбившихся за рубежом. Но в MG решили не останавливаться на успехе. Новая версия получила полностью переработанный дизайн, улучшенные технические характеристики и, конечно, революционную батарею. Официальный старт продаж намечен на сентябрь, а предварительные заказы откроются уже 5 августа. Что интересно, несмотря на внедрение инновационной полутвердотельной батареи, а это большой шаг вперед в технологиях, производитель обещает сохранить доступную цену. Итак, что же такого нового и передового предлагает эта полутвердотельная батарея? Давайте разберемся. Полутвердотельная батарея – это своего рода гибрид между классической литий-ионной и твердотельной. Проще говоря, часть электролита в ней твердая, а часть – жидкая или гелеобразная. Такой подход позволяет совместить лучшие свойства обоих типов. Хэтчбэк MG4 получит именно такую батарею от компании Цинь Тао Энэджи. По словам бренд-менеджера MG Чена Цуя, новая батарея содержит 5% жидкого электролита, что обеспечивает высокую плотность энергии – 180 Вт-часа на килограмм. Для бюджетного электромобиля это значит больше запас хода при том же размере и весе аккумулятора. Что еще круче? По сравнению с популярными литий-железо-фосфатными батареями, новая батарея работает на 13,8% эффективнее при холоде. А зарядка идет быстрее. Это важный момент, особенно для стран с холодной зимой, где электромобили часто теряют в дальности из-за низких температур. Безопасность – отдельная тема. Производитель утверждает, что батарея прошла серьезные испытания, включая тесты на проколы. Значит, в случае повреждений риск возгорания снижен. Если говорить честно, то по энергетической плотности эта батарея уступает флагманским решениям. Вроде Tesla с 296 Вт-часа на килограмм или американской компании Factorial Energy, где показатели доходят до 375. Но тут ставка сделана не на рекорды, а на практичность, доступность, надежность и стабильная работа в реальных условиях эксплуатации. В итоге, MG4 с полутвердотельной батареей показывает, что инновации становятся доступны не только премиум-сегменту. Этот электромобиль рассчитан на массовый рынок и выступает серьезной альтернативой литий-железа фосфатным батареям, которые популярны в Китае за счет цены и надежности, но уступают по эффективности на холоде. Ну что же, возвращаемся к нашему герою сегодняшнего обзора. Одно из главных преимуществ MG4 – обновленный внешний вид. Автомобиль стал более минималистичным и современным. Новые светодиодные фары с более плавными, не такими угловатыми краями. Передний бампер теперь окрашен в цвет кузова, а капот лишился вогнутой части посередине, что добавило целостности образу. Хэтчбэк может быть укомплектован 16-ти или 17-ти дюймовыми колесными дисками, а общая линия кузова стала более плавной. В задней части установлен блок соединенных светодиодных фонарей и стреловидные указатели поворота, которые знакомы по другим моделям бренда. Новый MG4 слегка подрос и теперь выглядит еще солиднее. Его длина – 4395 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1551 мм, а колесная база – 2750 мм. Для понимания, это на 108 мм длиннее, на 6 шире, на 35 выше и с колесной базой длиннее на 35 мм, чем у предыдущей версии. Клиренс остался в пределах разумного – 150 мм. При этом инженеры смогли сбросить лишний вес. Теперь машина весит примерно 1485, что на 156 кг легче прежней модели. Новый хэтч получил аккумулятор емкостью 70 кВт-часа, который встроен прямо в силовую структуру кузова. Решение, повышающее жесткость и безопасность. Электрокар идет только в заднеприводном исполнении с мощностью 163 силы. Несмотря на снижение мощности на 7 лошадей, по сравнению с предыдущей версией уменьшение веса дает возможность улучшить динамику и экономичность. Предлагаются две версии с запасом хода до 537 км. Разгон пока официально неизвестен, но зато уже известно, что максималка – 160 км в час. При использовании быстрой зарядки с 30 до 80% батарея пополняет заряд примерно за 20 минут. В основе ходовой – проверенная передняя подвеска МакФерсон и задняя торсионная балка. Внутреннее пространство автомобиля пережило полное переосмысление. Теперь оно выглядит современно, технологично и максимально удобно для водителя и пассажиров. Главная звезда передней панели – 15,6-дюймовый сенсорный дисплей, который сменил привычный встроенный экран прошлой версии. Для водителя – 12,8-дюймовая приборная панель. Следуя тренду минимализма, инженеры Saig Motor оставили всего 5 физических кнопок под центральным монитором. Все остальное теперь под контролем сенсорного экрана. Воздуховоды умно спрятаны прямо в поверхность панели. Впервые в истории бренда информационно-развлекательный комплекс создан совместно с компанией OPA. В основе системы лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8155, который обеспечивает быстрый отклик и плавную работу всех функций. Теперь управление автомобилем выходит на новый уровень. Можно настраивать различные параметры прямо со смартфона, использовать распознавание жестов и общаться с интеллектуальным голосовым помощником на базе искусственного интеллекта. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto реализована по беспроводному протоколу, а на центральной консоли беспроводная зарядка на 50 Вт с активным охлаждением. Дизайнеры MG подошли к оформлению салона с настоящим вкусом, создав два варианта цветовой гаммы, вдохновленные палитрой художника Marandi – розово-пурпурный и горно-синий. Эти спокойные, но выразительные оттенки в сочетании с приятными на ощупь материалами создают атмосферу сдержанной элегантности – именно то, что сейчас в тренде у бренда. Передние кресла тоже не остались без внимания. Их конструкция серьезно обновлена. Подушка стала длиннее, теперь 503 мм, что добавляет комфорта. Плюс появились системы вентиляции и обогрева. Педальный узел водителя рассчитан с учетом оптимального угла наклона – 46,4 градуса, благодаря чему ноги устают меньше, даже если едешь долго. А цельные спинки сидений обеспечивают надежную поддержку позвоночника. Для пассажиров второго ряда инженеры увеличили длину подушки до 522 мм и установили спинку под комфортным углом 27 градусов. Пол между передними и задними сидениями выполнен абсолютно ровным. В топовых версиях добавили панорамную крышу с солнцезащитной шторкой. Задний диван складывается в пропорции 60 на 40, позволяя гибко увеличивать багажник объемом 470 литров. Согласно официальному заявлению производителя, первые экземпляры нового MG4 поступят к дилерам в сентябре 2025 года, как только будут завершены все формальности, связанные с официальным запуском. Точная цена пока не раскрывается, но компания намекает, что стоимость автомобиля в Китае будет находиться в диапазоне от 11 до 16,5 тысяч долларов. MG4 в Китае демонстрирует, что будущее электромобилей – это не только мощные характеристики и премиальный комфорт, но и умный баланс между ценой, технологией и удобством в повседневной жизни. Особенно если учесть, что Китай может похвастаться одной из самых развитых сетей скоростных зарядок в мире. В итоге получается электромобиль, который не просто классно выглядит и едет, а действительно подходит для обычных людей и их будней. Вот где технологии работают на нас, а не наоборот. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.